И в конце концов я все-таки думаю, когда у нас правительство все-таки решит, и мы наведем порядок с банковской сферой, потому что, ну вот посмотрите внимание, у нас очень-очень много банков, которые по сути банками не являются. Взять, к примеру, вот этот банк, пойдем. Прикольный банк. Я как-то, ну вы понимаете, да, что сейчас с долларами все становится немножко сложно, решил здесь отдать свои доллары, да, представляете? Нормальные доллары, хорошие доллары, которые я купил в другом банке в России, представляете? Здесь сказали, мы не возьмем твои доллары, то есть понятен результат. Какой здесь уровень подхода, то есть я даже не знаю, стоит ли вам сюда идти, как и во все другие банки. К слову, о других банках мы вам сейчас продемонстрируем, как другие банки, с которыми у нас были замечательные репутации, себя повели очень-очень странно. Ну так вот, замечательный банк, замечательные банки, да, какие они у нас замечательные банки, ох-ох, странная ситуация, да, особенно замечательный банк, в который мы сейчас походим, русский стандарт. Хороший банк, вот, у него я брал большое количество кредитов и все покупал, вот, и электронику, и все остальное. Да, кстати, брали деньги на поездки, на отдых, вот, но внезапно такая штука получилась, да, вот, мы взяли у него карточку, вот, American Express, я ее на супругу взял, вот. Тем не менее, карточка как-то закончилась, и, по сути событий, мы уже по полной программе с ними рассчитались, да, но вот тут возникает дивная процедура, да, то есть вы, в принципе, карточку закрыли, но рано или поздно, рано или поздно, вот, вам начинают наездки такие, и по телефону, и вообще, то есть я так и не понял, ребят, если я закрыл вашу карточку, то мы с вами разговор закончил, правильно же было делать? Ну, правильно, как вы прекрасно понимаете, а тут оказывается, что какие-то вот процентики там у них прописаны, которые мы и не понимаем, так зачем эти проценты, по сути, нужны? Я же работаю для вас, господа, я работаю для вас, или, по сути, вы работаете для меня, то есть к такому банку, ну, надо подумать еще, стоит ли вам относиться и работать с ним? То, что я вам хотел показать, я никак не могу найти, где это место располагается, понимаете? В свое время Магнитогорск, он был закредитован, он, по сути, сейчас закредитованный город, никаких проблем-то и нету, то есть у людей в действительности очень большое количество кредитов, но в свое время, в свое время, вот, у меня тоже были проблемы, вот, надо было ехать там, еще что-то делать, мне пришлось перезанимать деньги, чтобы я продемонстрировал свою лояльность к банкам, если бы я знал, что сейчас вот правительство наконец-таки даст этим банком прокакаться, я бы и даже не стал бы это делать. Ну, так вот, для того, чтобы чуть-чуть людям показать, что я человек нормальный, в принципе, так-то да, вот, мне пришлось пойти в кредит Европа-банк, взять там 150 тысяч и перекрыть оставшиеся кредиты, но, как показалось, потом платить стало совсем нечего, представляете, да? Но, тем не менее, мы все это дело довели до суда, вот, и, а суд у меня произошел в 2011 году, да, мы посудились, вот, я, естественно, забрал все, что там не нужно было, заплатил мне естественную необходимую сумму, это дело было как раз в 2012 году, когда я продал машину Nissan Skyline, помните, F33 такой хороший автомобильчик был, я так красиво любил, так и сделал из него конфетку, ну, и продал его тоже, здорово, естественно. И рассчитался с этим дивным банком, то бишь, если бы вы поняли, о чем идет речь, когда вы идете с банком на конфликт, в суде, естественно, как только суд постановил, то все ваши отношения и с банком, в том числе, они прекращаются, ну, вот, недавно, под Новый год, какой-то идиот из кредита Европа Банка, я не знаю, где это сейчас находится, потому что я приехал на Карломарксе, где пересенился на Советской Армии, в свое время там он был, вот, и самое забавное, что у них там служба безопасности, ну, козел конченный там был, ничего я ему не стал делать, но вот он, он, вот он напряг кое-кого, и в результате мне пришлось это делать ему так, хотя, если бы он не напрягал, представляете, если бы все прекрасно поняли, что они работают с банком, который, по сути, является лопнувшим, вот, я бы так не стал бы делать, ну, да ладно, не в том что-то, вот, приехал туда, и нет там банка, куда же он делся-то, ну, я потом прошел в интернет, и думал, где же у нас в Кредит Европа Банк, есть, показали несколько мест, одно из них вот здесь находится, в супермаркете Перекреста, я бы, конечно, взял бы камеру и туда, ну, понятно, надо, да, там, разговаривать и людям объяснять, что я пошел, я проедусь по этому Кредит Европу Банку, было бы не очень хорошо, вот, вот такая ситуация у нас возникает, то есть, ребят, когда вы работаете с банком, вам надо понять, с кем работать, оптимальнее работать со Сбербанком, с ВТБшкой, ну, про Сбербанк мы еще поговорим, вот, а с ВТБшкой почему нет, либо, либо вы работаете с кредитно-потребительскими кооперативами, они хоть, понятно, где находятся, а вот с этими делами, ну, я не знаю, потому что люди брали деньги за бугром, отдавали, вам впендяривали под бешеные проценты, вы это все дело брали, потом все это дело свалило, ребятки, думайте, думайте, при этом вы будете кредитоваться, и вообще, нужно ли оно это вам, потому что проблема в чем заключается, если вы хотите нормальный автомобиль, проще купить нормальный, поддержанный, на котором я сейчас езжу, 75 рублей, сделали его, и дальше ездите спокойно, продолжайте эксплуатировать, и получать удовольствие, потому что, я сейчас объясню ситуацию, все рано или поздно, когда-то хотели лизинговые автомобили привезти, но слово лизинг, для чего оно? вот слово лизинг, это понты, понты в горло, потому что, ну, ни один автомобиль, который вы купите в лизинг, особенно крутой, но урочный, вам деньги не принесет, вам деньги будут снимать, то есть, вы понимаете, если вы купили что-то хорошенькое и старенькое, то это вам принесет деньги, если что-то новое, то извините меня, подвиньтесь, это не получается, и в итоге, как я сейчас говорил, гораздо проще купить себе старое автомобиль, ну, да ладно, мы сегодня не про это, мы сегодня про то, что разговаривать с нашими банками, это себе дороже, уж поверьте мне, что угодно, если у вас будет отдельное автомобиль.